4 марта в научной библиотеке имени Лобачевского Казанского федерального университета состоялось открытие книжно-иллюстративной выставки, посвященной столетию образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. На открытии выступил директор научной библиотеки имени Лобачевского КФУ Евгений Струков и заведующий отделом рукописей и редких книг Эльмира Амирханова. На выставке были представлены книги и плакаты первых десятилетий советского Татарстана. Это очень важная веха в истории нашей страны, потому что в этот период очень бурные были дискуссии по вопросу национально-государственного устройства. И именно хранящиеся в отделе рукописей и редких книг уникальные подлинные плакаты этого времени, конечно же, и навели нас на мысль на то, что обязательно нужно сделать их в рамках общей выставки. Представленные на выставке плакаты и книги охватывают сложный период в истории республики. Это и гражданская война, и голод в Поволжье, коллективизация и индустриализация, а также преображение татарского лафавита. Яркие образы подлинных плакатов погружают в события вековой давности и позволяют ощутить грандиозный масштаб событий прошлых лет. Казанский федеральный университет, в это время Казанский государственный университет добивается после смерти Владимира Ильича Ульянова Ленина на получение его имени. И за этот период переживает очень важный этап раздачи буквально, передачи большого количества научных школ в отдельные вузы. Уходит химический факультет, уходит медицинский факультет, закрываются гуманитарные образования. И, конечно же, Казанский федеральный университет становится фактически начинателем, родоначальником большого количества вузов в Казани и в Татарской республике. Помимо этого, на выставке были представлены главные государствообразующие тексты, конституции, декреты и постановления. Также посетители смогли ознакомиться с материалами о выдающихся деятелях Татарской республики, среди которых Фикря Табиев и Ментимер Шаймиев. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс.